22 марта в релиз выйдет игра от студии From Software и компании AxiVision за авторством Хидетака Миядзаки, экшен-адвенчура Sekiro Shadows Die Twice. Если вы вдруг не в курсе, кто такой Хидетака Миядзаки, у меня для вас три новости. Одна как водится хорошая, вторая плохая, и с третьей вам придется разобраться самим. Начнем с хорошей. Скорее всего вы не играли в Demon's Souls, Dark Souls и прочие Bloodborne, а значит с вашей нервной системой все более-менее в порядке. С другой стороны, и это плохая новость, можете постепенно переставать называть себя геймером. Да-да, тут как с армией не служил ни мужик, ни прошел Dark Souls, ни геймер. Но спокойно, не стоит торопиться вышвыривать свою коллекцию игровых консолей в окно. Сжигать подшивку игровых журналов конца 90-х тоже не стоит. Ведь есть третья новость. Sekiro Shadows Die Twice способны решить все эти проблемы, наконец-таки познакомив вас с Souls-like играми. Причем без особого фанатизма. Что ж, начнем, пожалуй, готовить вашу нервную систему, пока время еще позволяет. Меня зовут Марлер, это портал GoHa.ru, и мы начинаем. Начнем с самого названия, Shadows Die Twice, которое как бы намекает, что в игре придется умирать. Но почему именно дважды, спросите вы? Хороший вопрос. А дело тут в весьма специфической механике воскрешения. Потерпев поражение в бою, скажем так, без последствий, вы сможете воскреснуть только один раз. Кстати, мини-боссы тоже так могут, это необходимо учитывать. Зато, если умудритесь тут же слиться во второй, а такое в этой игре, уверен, будет сплошь и рядом, тут же лишитесь половины всего золота и накопленного опыта. ХАФ! Сурово ничего не скажешь, тут даже легендарный Dark Souls покажется не таким уж хардкорным. Там, по крайней мере, можно было вернуть дроп. В Sekiro Shadows Die Twice, судя по всему, придется еще больше следить за тем, что и как вы делаете, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Новичкам? Привыкайте, Souls-like игры такие, тут принято страдать. А вот система развития персонажа в новой игре будет скорее более привычной для поклонников традиционных RPG, нежели для тру-геймеров, ни один геймпад сломавших на этих ваших Dark Souls'ах. В Sekiro для прокачки главного героя используют в основном опыты и внутриигровую валюту. Полученный на битье мобов опыт конвертируется в знакомые всем скиллпоинты, которые в свою очередь тратятся на приобретение новых способностей. А сделать это можно будет через древо развития персонажа. Там три основных направления, или, раз уж мы про древо, ветки. Ветка шиноби это все, что связано со скрытным убийством и стелсом в игре. Ветка самурая, все, что связано с нескрытным убийством с применением классической катаны. И ветка протеза, которая, как несложно догадаться, позволит модернизировать протез главного героя. Сюрикеан и огнемет, здоровенный топор, и вот это все можно будет впихнуть во внешне весьма неприглядное приспособление. Ну да, секиры, если вы не в курсе, с японского переводится как однорукий волк, и я не знаю, что там с волком, но однорукий он, это вот прям в гадалке не ходи. Причем становится одноруким прямо у нас на глазах, в начале игры. И, наконец, внутриигровая валюта. Ее родимую вы тоже будете получать в процессе прокачки и использовать по назначению. На прокачку считай усиление снаряжения. Что характерно для секиру и не характерно для соулс игр, в этой игре найти какое-то новое оружие, кроме катаны и протеза, не получится. Придется довольствоваться и улучшать то, что уже имеется. Да, и с этим, на самом деле, не все так просто. Чтобы усилить снаряжение, надо будет это усиление разблокировать, а чтобы разблокировать, сразу найти, что разблокировать. То бишь, с некоторыми усилениями никаких проблем не возникнет, а вот некоторые придется основательно поискать. Возможно, даже потратиться скиллпоинтами во время поисков придется. Можно спорить о плюсах и минусах такой системы, но уж, как говорится, что есть, то есть. Во всяком случае, не стоит думать, что все будет сводиться к банальному маханию мечом, время от времени разбавляемому каким-нибудь убер-приемом с протеза. Нет, с улучшением снаряжения процесс боя будет усложняться. Кроме того, в игре и так хватает своих заморочек. Одной из таких особенностей можно назвать, например, парированием. В Dark Souls, напомню, это было необязательным к использованию элементом. Зато секиру стала чуть ли не основной механикой. То есть, ваша задача в любом бою измотать противника контратакуя после отражения удара. Более того, как только шкала стойкости врага заканчивается, его можно добить одним ударом верной катаны. С боссами, правда, такое не прокатит. Там нужно будет как минимум несколько ударов, но с обычными мобами встречается сплошь и рядом. Впрочем, про вороты тоже лучше не забывать, особенно когда вас атакуют несколько противников. Ну и собственная стойкость. Не забывай про собственную стойкость. Она тоже есть и тоже имеет свойство заканчиваться. Еще одна фишка – крюк-кошка, с помощью которой можно насладиться другой фишкой вертикальным геймплеем. Ага, такое комбо из фишек. И да, в Секиро действительно завезли вертикального геймплея. Теперь главный герой, Акизаправский Человек-паук, прыгает по уступам, крышам и деревьям. При этом совсем не обязательно даже приземляться куда-нибудь, чтобы снова прыгнуть. Все манипуляции можно провести прямо в воздухе. И тут сходство с Человеком-пауком внезапно становится еще сильнее. Правда, опять же, не стоит думать, что зацепиться получится прям за любую поверхность. Нет, для этого предусмотрены специальные точки. С другой стороны, этих точек вагон и маленькая тележка, так что проблем с тем, чтобы устроить полетушки над локациями, думаю, не возникнет. Следующая фишка продолжает комбо, потому как тоже связано с предыдущей. Это, конечно же, стелс. Воспользовавшись, например, тем же крюком кошкой, можно будет и вовсе в бой не вступать, а тупо пролететь у врагов над головой. Но чаще всего в игре придется банально прятаться и подкрадываться к противникам, чтобы внезапно нанести смертельный удар. Кроме того, давайте будем объективны. Не рассчитано Секиро Шэдоу с Дай Твайс на полноценное стелс-прохождение. Стелс тут скорее выступает в качестве приятной альтернативы, ибо рано или поздно устроить Кровавый Махач все равно придется. Вы же не против, верно? Открытого мира, как такового, в игре понятное дело ждать не стоит. Но тем не менее, уже хотя бы потому, что главный герой сможет Акидикий обезьян скакать по деревьям, с перемещением все будет куда лучше, чем в Соулс играх. Это значит, что рассчитывать стоит на карты, состоящие из нескольких уровней, все еще коридорные, но с ответвлениями и большей свободой действий. Кроме того, все локации, приблизительно начиная с середины игры, сольются в одну здоровенную карту, и вот по ней-то можно будет рассекать как душе угодно. Так что масштабности Sekiro Shadows Die Twice определенно не занимать. По сюжету не хотелось бы заниматься спойлерами. Ой, да какие спойлеры, скажете вы, это же соулс-лайк игра, тут если и есть сюжет, то надо рыть и копать, чтобы его обнаружить. В том-то все и дело, что с этой игрой явно что-то не в порядке, и здесь обещали завести понятный и разборчивый сюжет. Да-да, с катсценами, персонажами и диалогами. Сам в шоке. Действие будет происходить не в каком-то выдуманном дарк-фэнтезийном мире, а во вполне реальной дарк-фэнтезийной Японии периода Сен-Гоку. Несмотря на, казалось бы, реальную возможность уйти в историю, без мифической составляющей не обошлось. Надо же в конце концов эпично кромсать всякую чертовщину. Историчность изредка будет всплывать в процессе. Причем, о ужас, герой в кои-то веки перестанет быть тварью бессловесной, и обзаведется характером, голосом, и даже сможет местами влиять на происходящее, не только взмахами своего меча, но и этим самым голосом. Даже больше придется подслушивать. Это прям еще одна отдельная фишка игры, кстати, очень полезная. Так можно узнать весьма полезную информацию, что характерно не только по лору. Хотя все равно слушать придется больше, чем говорить. А в общем, давайте что-нибудь подведем итоги. С одной стороны, сложно отрицать, что любой маломальский сведущий в Dark Souls человек будет чувствовать себя как дома в Секиро Shadows Die Twice. С другой, это вполне самобытный проект, скорее навеянный, чем продолжающий традиции. Вполне возможно, мы как раз наблюдаем рождение новой серии, и все опять же зависит от того, насколько тепло встретят игру критики и игроки. Ждать осталось совсем немного, скоро мы на нашем твич-канале проведем серию стримов по игре, а на портале можно будет найти самую подробную информацию по Секиро Shadows Die Twice. Все полезные ссылочки, как обычно, в описании. Там же можно подписаться на нас везде, если до сих пор не подписаны, не забыть поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и еще услышемся. Секиро Shadows Die Twice Секиро Shadows Die Twice Секиро Shadows Die Twice